Аминь Слава Господу! Слава Богу! Приветствую вас, дорогая церковь! Сегодня чудесный день! Аминь! И мы будем поздравлять наших женщин. Аллилуйя! Слава Господу! За эту привилегию, за эту честь, которая была мне оказана. И от имени мужчин хочу просто сказать несколько слов. Когда я узнал, что мне надо поздравить женщин, благословить, есть разница между поздравить и благословить, благословить женщин, я начал искать какое-то слово, смотреть Библии, и что-то такое, ну, вроде бы приходило, действительно стоящее, но потом я понимал, что это все равно от ума. Это не то, что от сердца Божьего, это не то, что действительно Господь хочет сказать от своего сердца в сердце человеку. И я говорю, Господь, что-то для женщин скажи, чтобы это было от твоего сердца, и прямо им попадало в дух, их просто восстанавливало, их ободряло. И какой-то день, утром, пять часов я проснулся, по-моему, четверг, и такое было четкое послание. Скажи им об их истинной ценности. Скажи им, что они мои драгоценности. И я подумал, вау, я все свои эти записки сумасшедшего скомкал, выбросил их куда-то, и говорю, вот именно об этом и буду говорить. Аминь, да? Буду говорить об истинной ценности женщины. И когда я посмотрел вот это определение, что такое драгоценности, я обрадовался, что там написано, что на самом деле этот термин, он используется не только, когда речь идет о какой-то материальной, культурной ценности, какого-то изделия, но также он относится, когда речь идет о духовной, то есть истинной ценности человека. Аминь. И Господь говорит сегодня, да, вы моя драгоценность. Да, он говорит от своего сердца к сердцу каждой женщины, которая находится в этом зале, каждой женщине, которая действительно возлюблена Господом. Он смотрит на нее, как ювелир, да, на свой алмаз, на свою жемчужину, да, пылинки сдувает, он лучший ювелир. И каждая женщина сегодня, она драгоценность в руках Господа. Этот мир он не понимает, часто не понимает свои ценности. И недавно узнал такую историю, что картина была продана за 300 миллионов долларов. Знаете, да, такую картину? Называется «Когда свадьба?» написал ее Поль Гоген для художников наших на заметку. Я думаю, что там такие шедевры тоже рождаются. Но когда я прочитал о жизни этого человека, я узнал, что он всю жизнь свою прожил в нищете. Да, он ни одной картины толком не продал за всю свою жизнь. Он даже не мог аренду платить в своем любимом городе Париже. Жить он где-то на Таити, уехал в самое дешевое жилье нашел. И в конце концов в депрессию упал. И просто в полном отчаянии пытался самоубийством закончить. Ужасная жизнь была у этого человека. Он так никогда и не осознал своей истинной ценности. Он написал эту картину «Когда свадьба?» Но вот эта свадьба в его жизни, она так никогда не пришла. Он просто погибал. И умер в полном отчаянии, в одиночестве. И Господь говорит сегодня, скажи женщинам, что они драгоценность. Они мои жемчужины. Они должны осознать свою ценность в моих глазах. Они должны это увидеть. И действительно, это есть сегодня. Это приходит. И я знаю, что вот эта история, не буду ее рассказывать, времени не так много. Когда за одну девушку жених уплатил самый большой выкуп. Она вроде как ничего себе не представляла. Но когда самый большой выкуп и приданное он уплатил, и отец через год пришел, он не узнал эту девушку. Потому что она расцвела. И вот эта свадьба пришла в ее жизнь. Она увидела, какую цену за нее был готов уплатить жених. Аминь. И я хочу сказать, дорогие женщины, ваш жених, Господь Иисус Христос, Аминь, он уплатил за вас самую большую цену. Аминь. Халлилуйя. Он такой выкуп за вас заплатил своей драгоценной жизнью, свою кровь пролил. Это даже ни коровы, ни бараны, ни все золото мира. Он заплатил за вас и сказал, вот моя драгоценность. За эту драгоценность я умираю, за эту драгоценность я иду на крест. И я не буду говорить даже и буквально одно слово скажу, как вы драгоценны для всех мужчин в этой церкви. Мы просто, мы любим вас, мы хотим благословить. Вот этим благословением на иврите это слово называется браха. Это молитвенное пожелание удачи, счастья и долголетия. Аминь. И это не просто поздравление. Я благодарен вам, говорит, что она написала. Благословение и молитва. Я думаю, что мы высвободим сегодня с мужчинами вот это благословение, эту молитву браха на каждую женщину. И чтобы в конце каждая женщина увидела, насколько она драгоценна, насколько ее жизнь, она важна для Господа, что она именно избранница его. И свадьба, пусть она придет в вашу жизнь. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Вы не будете задавать этот вопрос, когда свадьба. Аминь. Потому что время пения настало. Господь Иисус Христос, ваш жених, Он пришел в вашу жизнь. И когда мы будем молиться, я хотел, чтобы это было понимание, мужи Божии. Сейчас я просто вызову вас сюда. Давайте выйдем к сцене. Женщины остаются на своих местах. Аминь. Мужчины, вперед. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Марш. Болководцы, армия Божия. Мужское служение. Все, что угодно. Мы будем молиться, осознавая ценность каждой женщины. Каждая женщина, которая присутствует здесь, которая сидит здесь и принимает. Да пусть она осознает свой статус, свое величие. Поймет, что она действительно дочь царя. Что ее жених, он сдувает с нее пылинки. Аллилуйя. И когда варак, он воспевал песнь, он благословлял Девору, он благословлял Иоиль. И он говорил, блаженно ты между женами. И сейчас мы просто видим в каждой из вас Девору. В каждой из вас видим Иоиль. Мы видим Марию, мать нашего Господа Иисуса Христа, которая была послушна, послушна Господу и открыла нам дверь, жизнь вечную. Слава Господу! Мы просто, мужи Божьи, мы сейчас берем в одну руку цветы, да, сколько у вас помещается, да, другую руку простираем к нашим благословенным женщинам и просто высвобождаем. Высвобождаем это мощное мужское благословение полководцев Божьих. Браха! Слава тебе, Господь! Я благодарю тебя за каждую жемчужину в этом зале, Господь, за каждую мою сестру, Господь, жену, мать, Господь, халлелуя, которая драгоценна в глазах Твоих. Халлелуя, Господь! Я молю тебя, чтобы прямо сейчас, Господь, Ты открыл им, насколько драгоценна их жизнь в Твоих очах, насколько драгоценна, Господь, каждая жемчужина, халлелуя, которая стоит сейчас в этом зале. Господь, наполни, Господь, халлелуя, Твоей любовью, Господь, Твоим миром, Господь, Твоей радостью, халллюя. И, Господь, пусть они увидят, Господь, что свадьба, халллюя, она пришла в их жизнь. Их жених, Господь Иисус Христос, всякое бремя, халллюя, снял, всякое твердынь он разрушил, халллюя, халллюя, и назвал возлюбленной своей, Господь. Я молюсь, чтобы твердыни разрушались, и чтобы мои братья, Господь, они также высвободили, Господь, когда они будут дарить эти цветы, высвободили это благословение, халллюя, осознавая, кто перед ними стоит сейчас здесь. Во имя Иисуса Христа я благословляю каждую из драгоценных сестер, и весь Божий народ, и особенно мужчины, сказали Аминь. Слава Богу! Дарим цветы и благословляем под песню. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что в этой песне такие были слова, которые проникли в самое мое сердце. Это были слова «Знать тебя, тобой дышать, лишь тебе принадлежать». Однажды во время молитвы... Нет, перед этим, когда я только услышала, я... Знаете, я обратила внимание на то, что я ложусь спать с этими словами «Знать тебя, тобой дышать, лишь тебе принадлежать». И просыпаясь, я еще даже не могу, вот только я открываю глаза, и я слышу, как я говорю «Знать тебя, тобой дышать, лишь тебе принадлежать». И так длилось долгое время. И однажды во время молитвы с моими друзьями, когда мы молились, я почувствовала, как на мое сердце легла чья-то рука. И от этой руки, от ладоней пошло необыкновенное тепло, которое мое сердце просто так окружало таким теплом и любовью, что мне не хотелось, чтобы это все прервалось. Я думаю, Господи, кто из моих сестер молится обо мне? Кто положил руку на меня? Думаю, нет, не буду открывать глаза, не буду смотреть. Я снова продолжала молиться и снова продолжала принимать эту любовь. Это было сверхъестественное переживание. И потом, когда все-таки любопытство взяло вверх, я открыла глаза, и я поняла, что ничьей руки на мне нет. Но я чувствовала руку моего жениха, моего возлюбленного. И эта любовь, и это действие, я бы сказала так, оно подготовило меня к тому событию, которого я совсем не ждала, которое было неожиданным. Это была смерть моей мамы. Но мое сердце, это где-то было через два дня, но мое сердце уже было приготовлено. Оно было просто покрыто любовью Иисуса, сокрыто в Нем, как в ладонях. Поэтому все, что было потом, оно я прошла достойно с моим Богом. И вот эта песня, она для меня очень драгоценна. Привилегия, привилегия, я иду в твой храм святой. Я склоню пред Тобой колени, я любуюсь с Тобой, Бог мой. Твоя мудрость меня объемлет, я хочу научиться, как Тобой жить. Я хочу знать, как Тобой дышать и общаться с Тобой, Бог мой. Знать Тебя, Тобой дышать, лишь Тебе принадлежать. Знать Тебя, Тобой дышать, лишь Тебе принадлежать. Ты жених наш желанный, мы спешим к Тебе, как воделань. Мы невестой Твоей быть и не мечтали. Ты нашел всех нас, мы Тебя не знали. Нас оделал семьей одной. Дух святой, ты Бог любви, свой народ благослови. Знать Тебя, Тобой дышать, лишь Тебе принадлежать. Привилегия, привилегия, мы пришли в Твой храм святой. Ты простил нас всех, о, Отец небесный, похоронен грех. Мы в Тебе воскресли, Твоей кровью спасены. Ты святой, Дух святой, ты Бог любви, свой народ благослови. Знать Тебя, Тобой дышать, лишь Тебе принадлежать. Знать Тебя, Тобой дышать, лишь Тебе принадлежать. Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником. Господь сказал сказать вам слово от Него. Мы с супругой посвятили свою жизнь Богу. И как-то на годовщине, когда нам было 20 лет совместной жизни, в этом году нам 25. И супруга сказала, я хочу служить Господу. И первое было ее служение на каутре. Она сказала, я хочу служить людям. Я понимал, как для нее это очень сложно. И она уехала на три дня служить людям. Первое ее служение было, она тогда была стажером. Да, я остался дома, работая. И как-то в один день я понимал, что очень трудно. Она писала в это время. Я открыл Библию. Господь остановил меня на песни песней. Читая это, он сказал мне, возьми отсюда все самые лучшие слова, которые тебе легли на сердце. И напиши это своей супруге. Я прошу всех наших любимых женщин, закройте глаза. Отличейтесь от всего. Представьте себе лицо кто Иисуса, кто своего жениха, кто мужа, своего возлюбленного, кто дорог вашему сердцу. Будьте в покое. О, ты прекрасна, возлюбленная моя. Как ты прекрасна. Глаза твои голубинные под светлыми волосами твоими. О, как люблю тебя. Да лапзаешь ты меня лапзанием уст твоих. Ибо ласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое. Как разлитые мира лучше всех ароматов. Восхищаюсь и радуюсь тобой. Привозношу ласки твои больше, нежели вино. Всем сердцем моим люблю тебя. Возлюбленная моя, прекрасная моя. Ты та, которую любит душа моя. Ты, которую искал я днем и ночью. Встань, выйди, и ты найдешь меня между лилиями. Позовешь меня, и я прибегу к тебе. Подобно серне или молодому оленю. Прибегу к тебе, возлюбленная моя, в сад твой. Цветники ароматные, вкушая сладкие плоды его. И буду пасти в садах твоих, набирать миры с ароматами и собирать лилии. В винограднике твоем окажу тебе ласки мои. Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. Уста твои любезны и сладостны, и как лента алые губы твои. Сотовый мед каплет из уст твоих, мед и молоко под языком твои. И благоуханье одежды твои, подобно благоуханию ливанам. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Пленила ты сердце мое, одним взглядом очей твоих. Ночью стучит оно, изнемогая от любви к тебе. Возлюбленная моя, сберегла себя для меня. Возлюбленная моя принадлежит мне, а я ей. Буду целовать тебя днем и ночью, сестра моя, невеста моя, жена моя. Единственная моя, голубица моя, чистая моя. Блистающая, как заря, прекрасная, как луна. Светлая, как солнце. Как ты прекрасна, как привлекательна своей миловидностью. Возлюбленная моя, положи мне, как печать, на сердце твое. Как перстень на руку твою, ибо крепка моя любовь к тебе. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, То он был бы отвергнут с презрением. Люблю, люблю, люблю тебя, Сестра моя, невеста моя, жена моя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok